Потрясающий сюжет, который, конечно же, не может не поднимать настроение с самого утра. Ну а мы переходим к более, наверное, важным и серьезным темам для обсуждения. В нашей студии уже появился гость. Это Шаренко Марина Филипповна, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Позвольте вопрос не по теме сначала вам задам. Что означает сия опасная змея с выснутым языком на вашей груди? Это просто украшение. Мало ли, может, это символ врача, склепия. Нет, это просто украшение. У меня есть другая. Немножко там действительно, как говорят, чаша со змеей, со семья. Это просто украшение. Очень красиво, нарядно украшает наше утро. Марина Филипповна, давайте сразу к вопросам. Мы хотели узнать о медицинских справках. И что за изменения? То их вводят, то их не вводят. Что в конце происходит? Разъясните нам ситуацию. Ну, в сентябре месяце Министерство здравоохранения Российской Федерации подписало приказ о том, что изменяется порядок осмотра водителей в части получения допуска у врача-психиатра-нарколога. То есть этим приказом регламентировано, что человек, который является водителем и меняет водительское удостоверение, и те, которые являются кандидатами в водители, проходят определенный объем обследования, который включает в себя биохимическое определение определенного фермента, это карбогидрат дефицитного трансферина, и химико-токсикологическое исследование биосреды, то есть мочи, на содержание наркотических средств, психотропных веществ и так далее. Этот фермент что показывает? Этот фермент является одним из, будем так говорить, маркеров употребления алкоголя. Причем не разового, а эпизодического и хронического. Он меняется при, скажем, при интоксикации спиртосодержащими напитками. Ну хорошо, было такое решение, и вроде бы все проголосовали, что да, действительно нужно расширять обследование для того, чтобы получить медицинскую справку, но вчера, после того, как опубликовали новость, Владимир Путин сообщил о том, что впервые слышит о таком нововведении. Ну, могу сказать, что последняя информация, которую мы получили вчера по нашим официальным каналам, но пока еще без нормативного документа, о том, что это откладывается на определенный период. Но сам документ еще не дошел. То есть, скорее всего, что это будет вот как бы сегодня. Марина Филипповна, а позвольте выяснить такой вопрос. Ваше отношение как специалиста к этому явлению, действительно необходима такая, ну скажем, бдительность? Вы знаете, бдительность действительно необходима. Одно могу сказать. Определение вот в таком сочетании, оно проводится, ну как бы для допуска к определенным, будем так говорить, видам деятельности уже в настоящее время. Просто в эту категорию дополнительно вошли водители. Так вот, как показывает практика, когда человеку нужно идти к специалисту, и он понимает, что его будут проверять и проверять хорошо, то уровень потребления алкоголя, а учитывая, что это чаще всего организованные коллективы были, ну, скажем так, снижался достаточно существенно. То есть, общее здоровье населения от этого, в общем-то, выигрывает. Вот скажите, пожалуйста, что означает хроническое употребление алкоголя? Если я перед сном выпиваю бокал вина, будет у меня этот фермент, например? Вы знаете, вопрос тут достаточно такой, достаточно интересный. Вопрос в объеме бокала вина. Второй вопрос – цель принятия вами алкоголя. То есть, если вы не ощущаете состояние опьянения, то, соответственно, прием алкоголя осуществляется с другой целью. То есть, как, фактически, как пищевой продукт. Потому что чаще всего алкоголь применяется именно с целью получения определенной степени опьянения. Вообще, я думаю, то, что это абсолютно индивидуальная история для каждого человека. Есть нормативы, мы можем обеспечить субъективное опьянение, но титр-то остается неизменным. Я понимаю. Значит, просто в тех нормативных документах, которые вот в сентябре были утверждены, это выше 1,2, будем так говорить, процента. То есть, все, что ниже, оно вписывается в вариант нормы. Хорошо. А какая доза алкоголя ежедневного может вызвать такую концентрацию? У каждого индивидуально. Абсолютно. Ну, вот я хотела узнать. Это, в принципе, нововведение именно при получении справки. Но если сотрудник полиции останавливает автомобиль, и он его может привлечь к ответственности, то есть, пройти проверку, правильно я понимаю, что это? Это другое. Это другое. То, что вы говорите, это медицинское следствие на состояние опьянения. Это не касается получения водителями или кандидатами в водители данной справки при смене или получении водительского удостоверения. То есть, те, кто имеет действующее водительское удостоверение, им не нужно проходить это сейчас. Если у него срок действия водительского удостоверения заканчивается, ну, будем так говорить, через год, через два, через три, то не надо сейчас идти. Арина Филипповна, еще вопрос такой. А вот, то есть, если порог превышен, 1,2 промилле, ну, там, условных единиц превышены, то права не выдаются, справка не выдаётся? Там существует, вы прекрасно понимаете, что анализы – это анализы. Существует четкий механизм дальнейшего обследования, выявления, как бы, таркологической патологии или, может быть, какой-то другой патологии, которая маскируется нашей. То есть, бывает у нас и такое. То есть, ну, ну, скажем так, не маскируется, но при таком серьезном хроническом заболевании оно есть не у всех далеко, и для этого, как правило, есть соответствующие документы. Так вот, изменение концентрации вот этого фермента плюс, будем так говорить, чистый или нечистый анализ на наркотические вещества, после этого человек начинает обследоваться определенным образом. То есть, это обследование, как правило, совместное. То есть, не только чисто наркологическое, но и включает в себя, может включать в себя еще ряд, ну, привлеченных, будем так говорить, специалистов. Поэтому тут, после этого только комиссия решает, дать или не дать. Справку, да, справку о том, что у человека отсутствуют наркологические противопоказания к управлению транспортом. То есть, поменялся осмотр только в части нарколога. Все остальное, как оно было, так оно и есть. Вы знаете, теперь для меня стало ясно, почему у Александра до сих пор нету прав. Нет, права у него, если у него может не быть водительского удостоверения. Но, к сожалению, наше эфирное время стремительно идет вперед. Нам с вами пора прощаться. Я напоминаю, что в гостях у нас была Марина Шаренко, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог, Министерство здравоохранения Республики Крым. Продолжение следует...